Утеплённые стены, новые трубы и радиаторы, проводка и пожарная сигнализация. Помещение отремонтированной швейной мастерской просторное и светлое, ещё пахнет краской. Работы закончили на днях. Интерьер будет в сдержанных тонах, чтобы настраивать детей на плодотворные занятия. Оборудование тут будет самое современное. По дизайн-проекту у нас здесь будет размещаться по той стене шесть швейных машин. Здесь промышленный раскроечный стол, заказываем новый, который удобный будет в эксплуатации. По этой стене у нас пойдут оверлоки два и две промышленных швейные машины. У нас одна есть, очень хорошая, не у всех предприятий есть. А это просторное помещение – будущая поварская мастерская. Ремонт тут аналогичный, ну а самое интересное – дети увидят осенью. На месте бывшей слесарной мастерской в интернате для ребят организуют суперсовременную мастерскую повара. Помещение разделят на три зоны – учебную, приготовление пищи и её потребление, где ребята смогут кушать то, что сами же и приготовили. Для юных поваров приготовят самое современное оборудование – от наборов посуды до духового шкафа, миксера и других кухонных приспособлений. В классе «Ритмики» кроме ремонта уже установили станки и повесили зеркала, а в спортзале уложили специальное покрытие. Натянули сетку вдоль окон и под потолком. Сейчас на полу заканчивают нанесение разметки. Стоимость такого ремонта немаленькая – 3,5 миллиона рублей. Но самые большие расходы пойдут на оборудование – 7,5 миллионов рублей. Его привезут и установят как раз к началу учебного года. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.